Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мы сегодня поговорим о тех запасах, которые у нас остались после весеннего пассива. То есть это семена. Семена, которые у нас остались. Как покупные с красивыми картинками, так и свои домашние семена. Вот что проведем ревизию этих семян. Что мы будем оставлять, а что мы не будем оставлять. Давайте попробуем разобраться. Так вот, любые семена, чтобы вы представляли, они могут быть в трех состояниях. И даже которые продажа, они точно так же будут в тех же трех состояниях. Первое состояние – это обычные семена. Обычные семена, сухие семена, ничем не обработаны, ничего. Вот такие семена. Это первая категория. Вторая категория семян – это семена, покрытые какими-то защитными оболочками. Это, значит, могут быть дрожжированные семена. Дрожжированные семена, то есть семена, которые обкрыты оболочкой с питательными веществами. Это вторая категория семян. Третья категория – семена, обработаны специальными составами. Так называемые инкрустированные семена. То есть эти семена таким покрываются раствором, в котором растворены диадохимикаты, которые предотвращают появление болезней или поедание семян любыми вредителями. Это инкрустированные семена. Ну и четвертая категория семян – это плазменные семена. Это семена, которые обрабатывались специально в установках, наполненных кислородом. Так вот, на всех семенах указывается, если вы обратили на покупных семенах, на обороте есть срок годности. Так вот, знайте, что самый короткий срок годности – это у плазменных семян. Эти семена пригодны только, если там указан срок годности, например, 8-21 года, грубо говоря. Значит, все. Позже эти семена сеять бесполезно. Они уже вообще не сходят. Знаете, что эти семена как бы имеют хорошую схожесть, но тем не менее эти семена имеют самую короткую продолжительность жизни. Так вот, многие как бы задаются вопросом. Вот на семенах, например, написано «годны до 12-го месяца 2021 года». Вот стоит ли хранить такие семена, стоит ли их высевать? Стоит. По той простой причине, что как бы любой производитель, который эти семена фасует в пакетики, он указывает предельный срок, при котором сходит около половины семян. Половина семян еще сходит. После окончания еще как бы процентов, 30-50% семян еще может взойти. Поэтому семена, которые просроченные, если не более года, вы смело можете высевать. Причем эти семена, которые уже просроченные, которые как бы находятся на грани уже, что они теряют свою схожесть, имеют одно интересное свойство. Они очень жизнестойкие и дают хорошие урожаи обычно как корнеплодов, так и тех же вот семян, что очень урожайные. Эти семена, которые как бы уже на этом грани, они очень урожайные. Поэтому смело их высевайте. А вот если уже семена срок годности более года, эти семена уже брать не стоит. Обычно схожесть падает еще больше, и семена как бы сходят единицы. Как бы это и напрасно затраченное время, и редкие сходы, как бы результат, на который вы рассчитываете, у вас не получится. Поэтому, знаете, эти нюансы. Один год просрочки можно брать, до года просрочки, после одного года просрочки уже семена не стоит брать. Потому что эти семена вы просто можете использовать как балласт. Просто разбавить какие-то семена, перемешали, рассели, как балласт. Сходов от них уже не жди. Сортов красивых не будет. Далее, у нас же есть точно так же масса своих семян. Мы собираем в разных баночках все у нас семена своего сбора. Так вот, как бы опять, у каждого, у каждого, у любых семян, будь то цветочные или утовашные семена, в частности, имеются определенные сроки хранения, после которых эти семена уже не всходят. Ну, например, чтобы вы так ориентировались, вот, например, пастернак, сельдерей, щавель, сохраняют свой срок жизни их, то есть появление всходов, от одного до двух лет. То есть семена, которые пролежали более двух лет, уже не всходят. Ну, более длительные сроки, это семена морковка, там, петрушка. Эти семена 2-3 года, как бы, сохраняют свою схожесть. Капустные растения, там же та же капуста, и редька, и рыб, и дайконы, сохраняют где-то 4-5 лет свою, ну, скорость, еще имеют способность сходить. Вот. Более длительные сроки хранения, это у бобовых и тыквенных культур. Например, в частности, вот горох, там горох, может быть, арбуз, они всходят еще через 5-6 лет. А вот до 9 лет сохраняют свою схожесть огурцы и фасоль. Эти две культуры, которые имеют самый длительный срок хранения, сохраняют свою схожесть. Так вот, многие из наших огородников и дашников делают большую ошибку. Они собирают свои семена, положили в баночках, и это все вроде бы красиво. А на самом деле, для того, чтобы вы, если будете расшитывать и использовать эти семена для посева, вы сделаете вот так, как у меня на пакетике. Название культуры и год сбора. Это обязательно. Это раз. Во-вторых, если вы собираете разные семена, те же помидоры, или других культур, значит, это в отдельные мешочки. В отдельные мешочки эти семена и подписали звание сорта и год сбора. Это очень важно, потому что память наша, ну, все-таки бывают провалы, год, два, три забываются, и потом восстановить картину очень трудно. Вопрос дальше. Как хранить семена? Вот у вас семена находятся на даче. Многие, как бы, на зиму, для того, чтобы эти семена вроде сохранились, забирают в город. И это очень-очень большая ошибка. Почему? Потому что все семена, хранятся, любые семена, будь то покупные, будь то свои семена, они лучше хранятся при температуре от минус 10 до плюс 15. И влажность воздуха где-то 50-60%. То есть воздух должно быть прохладно и сухо. Тогда семена сохраняют всхожесть. При более низких и более высоких температурах, соответственно, влажность воздуха понижаться, и семена просто-напросто высыхают. Они теряют всхожесть от того, что они просто-напросто высыхают. Влага, воздух забирает из них влагу, семена высыхают и становятся. А сухие семена, сами понимаете, очевидно, сковородными поджарами, они уже теряют способность прорастать. Они уже не всходят. В чем хранить семена? Ну, все фабричные семена хранятся в такой бумажной упаковочке, покрытой пластиком. Это как бы не дает колебаться температуре. Смотрите, опять же, ошибку, что делают наши дашники. Иногда покупные семена продают в фольге, в металлизированной фольге. Но в такой фольге обычное количество семян 5, 15, 20 штук, не больше. Вот. Если дома вы возьмете фольгу, потому что так же такой мешочек с фольги, они вот, например, можно же такие мешочки, это с под какао есть, кофе продукты в мешочках, и засыпьте туда, семена закроете, вы можете потирать всхожесть. Почему? Семена дышат. Это живой организм, который дышит. А вот в таком фольгированном мешке много семян, дышат то нечем, они просто-напросто задыхаются и теряют всхожесть. В чем лучше хранить семена? Любые семена, значит, на даче, для того, чтобы их не порождали мыши и крысы, мы можем хранить в стеклянной банке. Но банка должна иметь крышечку, вот, не обязательно пластмассовую, это вот эти железные дырочки поделали, такую вот крышечку с отверстиями, для того, чтобы в эту банку поступал воздух. Семена будут прекрасно храниться. Семена могут храниться в ситцевых мешочках, ситцевых, или мешочки вот со спонбонда, которые дышат. В таких условиях семена также будут хорошо храниться. Вот, любой ситцевый мешок, лист ткани, это также подойдет для хранения семян. И знаете, что для семян самое опасное, это сухой воздух и повышенная влажность. При повышенной влажности они присневеют, теряют всхожесть, а при сухом воздухе они сохнут и теряют всхожесть. В таком вот виде, просто закрытые полиэтилене, значит, баночки, это для пищевых, для пищевых семян, которые будем использовать пищу, их можно использовать. А вот посевные окажутся, семян при таком хранении будут тираться. Не забывайте об этом, семена должны дышать, а здесь замкнутое пространство, им дышать нечем. Поэтому сейчас время уже позволяет, урожай уже убран, проверьте ревизию своих семян и оставьте то, что уже вам еще можно выселить на весну, но, конечно, не закладывайте далекий ящик. Все семена, которые уже исходят сроки годности, вы должны в отдельную коробочку, для того, чтобы использовать их в следующем году. Потому что еще через год эти семена придется просто-напросто выбросить. А это деньги, это ваши деньги, которые вы просто-напросто выбросите в мусор. Поэтому, если вам жалко будет выбрасывать, их смотрите просто-напросто, размешать с любыми семенами, той же культуры и высеять наградки. Они просто дадут более, разбавят семена основной культуры, которая имеет хорошую скорость, и там вот более редкие всходы. Так что обратите внимание на семена, как на покупные, так и на свои. Сделайте эту ревизию, и для того, чтобы весной вы уже знали, что у вас есть, вы можете оставить даже списочек, потому что память все не удерживается. Ставьте списочек, чего вам надо докупить, какие семена, какие семена уже на грани, уже сроков хранения, как свои, так и покупные. И высаживайте, получайте хорошие урожаи, не набирайте семян в запас, потому что знаете, что у каждого семени есть ограниченные сроки годности, которые колеблются от 1 до 9 лет. Больше семена в наших условиях, в условиях комнат не пролежат. те условия, которые есть в природе, где семена могут сохраняться сотни лет, у нас мы создать не можем, потому что у нас колебается и влажность, и температура. Вы сами, наверное, слышали, что есть специальные банки семян, которые находятся на острове Шпицберген в Норвегии, но там семена хранятся при определенной температуре, при определенной влажности. Но нам таких условий, в домашних условиях не создать. А почему? Пользуйтесь тем, что есть и получайте богатые урожаи. Подписывайтесь на наш YouTube канал. До свидания.